Добрый вечер! Мы начинаем личный прием. Это проект, идущий на Юргане по инициативе главы КОМИ с целью создать прямой контакт власти и населения. На прошлой неделе в нашей студии была министр культуры Анастасия Прокудина, и согласно правилам нашей программы, все ответы на заданные вопросы вы можете найти на сайте Минкульта. Сегодня мы будем говорить о спорте, поскольку свой личный прием на Юргане проводит руководитель агентства Республики КОМИ по физкультуре и спорту Степан Чураков. Здравствуйте, Степан Викторович! Добрый вечер! И мы работаем в прямом эфире, в самом начале которого связываемся с нашей выездной студией. Напомню, эту функцию связи мы добавили в личный прием после многочисленных обращений в адрес генерального директора нашего телеканала Нина Шмаровой. Студия сегодня работает в поселке, в Сыктывкарском местечке Максаковка, где находится мой коллега Северин Арпа. Северин, здравствуй и слово тебе! Здравствуйте, Степан Викторович! Есть в Максаковке футбольное поле, но оно не оборудовано. Может ли Министерство спорта помочь в этом вопросе? Спасибо! На самом деле, очень приятно видеть, что на этом поле и сейчас играют ребятишки, и частично оборудован, в том числе для занятия УФП спортом. Мы рассчитываем все строительные работы, все ремонтные работы или улучшения спортивных объектов идут через муниципалитеты. Муниципалитеты заявляют нам свое желание, они готовят документацию, проходят экспертизу по этим объектам. Дальше мы включаем эти объекты в нашу программу. Что касается этого объекта, я думаю, что мы обязательно, не думаю, на следующей неделе обязательно выйдем с управления физкультурой и спорта Сыктывкара, посмотрим, пообщаемся и постараемся что-то улучшить. Замечательно! Северин, скажи, есть ли еще вопрос? Да, есть у нас еще один вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте, еще один вопрос. В Максаковке в советское время была известна по всей республике школа тяжелой атлетики. Планируется ли ее восстановление, возобновление? Спасибо. На самом деле сейчас в Максаковке тоже есть тяжелая атлетика. У нас там есть ставка, есть тренер, который занимается по договору в помещении училища. Этот тренер относится у нас к республиканской школе номер 2, которая находится в новом помещении на Сайна 81. Там тоже сейчас есть специализированный, один из лучших на северо-западе зале тяжелой атлетики. И мы, конечно, будем поддерживать и ни в коем случае не оставлять тяжелую атлетику в плохом состоянии в Максаковке. Будем дальше развивать. Рядышком есть в Красном Затоне тоже очень неплохое отделение. Там занимается несколько тренеров. И дети из Максаковки могут заниматься в том числе и в Красном Затоне. Там на самом деле очень хорошие тренеры. Я вас услышал. Северин, спасибо. Напомню, сегодня выездная студия работала в Сыктывкарском местечке Максаковка. А мы переходим к вопросам главконтроля и ждем ваших звонков в прямой эфир. Согласно документу из главконтроля, кстати, первые вопросы пришли из Иссельского района, Визинга. Планируется ли строительство спортивного зала в нашем селе? В Визинге на самом деле пока в планах строительства спортивного зала не стоит. В планы он может попасть, опять же, по той же схеме. Глава района должен прийти инициативу, они должны провести слушание, они должны выбрать земельный участок, должны подготовить за счет муниципалитета проект, пройти экспертизу. Мы с удовольствием в процессе этом будем участвовать, подсказывать что-то. А только дальше мы имеем право и возможность включить в республиканскую программу на строительство. Но для того, чтобы процесс начался, необходимо жителям обратиться в администрацию. В администрацию, и больше того, у нас есть план развития всех 20 наших районов по спортивной инфраструктуре. За это план мы согласовывали вместе с муниципальными администрациями. И надо обратиться в администрацию, уточнить, состоит ли данный объект в плане до 2020 года. Будут ли еще в республике Коми организованы проведения таких больших соревнований, как Кубок мира мастеров по лыжным гонкам? Да, конечно, мы заинтересованы и для популяризации, и для развития наших спортсменов, что проходили такие соревнования у нас. Кубок мира мастеров пошел на хорошем уровне. И, я думаю, вызвал в основном только положительные эмоции, как и участников, так и у болельщиков. По плану мы планируем 2-3 такого рода мероприятия проводить в течение года. У нас на этот год чемпионат России по вольной борьбе на октябрь запланирован в скором ночном рекламе этого события. На зимний период у нас поданы заявки на этапы чемпионата России, на Кубок России. То есть, где-то раз в полгода стабильно у нас будет что-то интересное. Да, будут такие-то сильные пределы. Замечательно. Эжевинский район Сыктывкар. Строительство катка идет незначительными темпами. Когда планируется открытие катка? На самом деле, финансирование на каток открыто, оно есть. В прошлом году это было 30 миллионов, они освоены. На этот год 100 миллионов запланировано. И компания Тетра ведет сейчас активно работы. Они немножко, может быть, приостанавливались внешне, потому что готовили проектную документацию по подводу всех систем к зданию. В этом году запланировано, что здание будет стоять как здание. И зимой будут проводиться работы по внутренним работам. Окончательно? Окончательно планируем конец 2016. К сожалению, может перейти на 2017 год. Предполагается ли увеличение финансирования районных спортивных школ на укрепление их материально-технической базы в этом и следующем годах? У нас такая программа есть, но в связи с тем, что сейчас финансирование немножко, скажем так, не увеличивается, мы стараемся войти в федеральные программы. Во многие программы подали заявки, пока результата окончательного нет. В этом году наши душа получили около 6 миллионов финансирования республиканские на улучшение материальной базы. По муниципальным пока такой программы и субсидий не предусмотрены. Еще один вопрос Сыктывкара. Когда будет открыт центральный бассейн? Центральный бассейн больше уже 80% готовности. Сейчас выбирается название. Мы планируем закончить объект январь-февраль этого года. И рассчитываем, что полноценно он будет доступен нашим жителям Сыктывкара где-то в районе марта. Но называться центральным уже не будет, видимо, да? Центрального бассейна нет. Княж-Погожский район. На территории нашего района регулярно проводятся спортивные мероприятия. В районе отсутствует врач спортивной медицины. Планируется ли в этом году введение должности врача такой медицины в составе Княж-Погожской центральной районной больницы или же в штатном расписании физкультурно-спортивного комплекса ЕМВА? Это проблема не только Княж-Погожская района. Проблема в всех 20 муниципалитетах. Очень мало спортивных врачей. Сейчас 4 врача обучаются для Сыктывкарского физдиспансера по договору с Минздравом по соглашению. Также у нас есть приказ Минздрава о создании спортивных врачей и внедрении их в систему спорта в 16 муниципалитетах. Этот приказ можно посмотреть у нас на сайте. И мы рассчитываем, что до конца года практически во всех муниципалитетах будет служить в ЕМВИ. Да, в ЕМВИ точно. Мне подсказывают, что у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы готовы вас слушать. Алло, здравствуйте, меня зовут Екатерина, я из Сема-Обячева. Хотела бы задать вопрос, будет ли в Сема-Обячево построен бассейн в будущем? Спасибо. По бассейну, я думаю, что в ближайшие планы строительства бассейна не предусмотрено, но сейчас прорабатывается по селу Обячево проект о постройке спортивного зала крытого. Я думаю, что в ближайшие полгода мы поделимся и в следующем году будем строить. Немножко вернемся к теме медработников и их отсутствия. Косло, Нудурский район. У нас в районе проводится также огромное количество спортных мероприятий. По закону, каждое мероприятие должно сопровождать специально обученные, имеющие лицензию медработники. На сегодняшний день их не хватает. Как решается этот вопрос? От предыдущих, да. В принципе, мы рассчитываем, что до конца года в Косло не появится свой спортивный врач. Это не решит полностью всех вопросов. Мероприятий много. Работу с здравым ведем, она плотная идет. Планируется ли в ближайшее время в ЕМВИ строительство тира или оборудование специального помещения для организации стрельбы из пневматической винтовки? В настоящее время две винтовки МП-573 уже есть. В ЕМВИ не планируется в ближайшее время построение тира. Но, опять же, мы можем попробовать запланировать и вставить свою госпрограмму только после того, как глава района выйдет со своей инициативой с этим вопросом. У нас есть вопрос с автоответчиком личного приема. Пожалуйста. Да, чуть позже мы к нему, наверное, вернемся. Интан. Немного о кризисе. Планируется ли изменение в календарном плане агентства в связи с сложившейся экономической ситуацией в стране? Спасибо. Ну, когда данный план у нас изначально, честно говоря, с небольшим дефицитом идет, мы стараемся его в полном объеме выдержать. И сейчас идем с небольшим отставанием по финансам, но я думаю, что те мероприятия, которые запланированы, мы их проведем. В Уктыл. В нашем городе беговая дорожка разрушена, а там дети сдают нормативы БТО. Планируется ли в скором времени ремонт беговой дорожки на городском стадионе? И сразу от того же адресанта в нескольких населенных пунктах отсутствует или находится в ненадлежащем состоянии спортплощадки? Знаете ли вы об этой проблеме? Ну, проблема есть, она большая. И на самом деле большинство этих спортплощадок находится около школ. И, к сожалению, мы не можем влиять на школьные спортплощадки. Хотя, я знаю, в Минобразе в этом году и в прошлом году выделялась достаточно большая сумма, в том числе федеральный на ремонт залов спортивных, что, особенно в сельской местности, помогло улучшить инфраструктуру. А вот как раз по уличным стадионам, к сожалению, такой программы нет. И в ближайшее время мы на эту проблему повлиять не можем. Ясно. Мы готовы послушать автоответчик. Пожалуйста. Здравствуйте. Я звеню Казаков Евгений из СССР. Мне интересует такой вопрос. Вот когда в Критки-Россе построят бассейн? Большое такое спортивное сооружение. Потому что жители уже очень давно интересуются. И шел разговор, что собирались строить. Ну, вот немножко как бы все затихло. И очень было бы знать, когда его построят. Ну, да, район большой. А по бассейну вопрос ввелся. Есть проект бассейна. Он не прошел до конца экспертизы. Но, тем не менее, проект бассейна сейчас вставлен в программу ГЧП. Ищется сейчас, скажем, партнер по этой программе. И при нахождении такового бассейн будет строиться. Усть-Вымский район. В планах Республики Коми на последующие три года идет кратное уменьшение объемов инвестиций в отрасли спорта по сравнению с предыдущими годами. Что нам ожидает в ближайшие годы? Какая была перспектива от лица спорта, строительства новых лыжных баз и универсальных спортзалов? Но опять о кризисе. Ну, в данном случае, к сожалению, это не новое. И, честно говоря, спорт финансируется в муниципалитетах частенько в остаточном принципе. Мы с этим боремся, общаемся и с главами общаемся. И сами стараемся чем-то помочь. Но, к сожалению, в ближайший год пока, я думаю, что ситуация не поменяется. С 1 января следующего года все спортшколы должны перейти на программную предпрофессиональную подготовку. Это предусматривает оснащение спортшкол оборудованием, инвентарем и еще большей перечень мероприятий, требующих вложения значительных средств. В условиях дотационности бюджетов большинства городов и районов Республики выполнение этих мероприятий нереально. Что в этом направлении будет сделано Вашим ведомствам? Мы сделали сейчас, проанализировали полностью всю ситуацию. У нас есть подготовленная смета под все Дюша. Сумма составляет около 75 миллионов. Сумма для нас пока неподъемная. Но, тем не менее, лицензирование не требуется 2016 года. Там, где лицензия уже есть, она просто продлевается. И по мере окончания лицензии мы будем работать уже с конкретным. У каждого есть план по 5-6 школ наших закрывать, получать лицензирование. Не закрывать, а закрывать проблему, получать лицензирование. Мы будем с этим работать. То есть, каждый вопрос индивидуально, по каждому обиду. План такой есть. По этой же тематике, тоже усть вы. В последнее время в Республике проводится много соревнований для различных групп населения. Основная нагрузка на участие в этих соревнованиях – это финансирование питания, проезда, проживания. И они ложатся на бюджеты муниципальных образований, которые и так трещат по швам. Думает ли Республика брать на себя хотя бы часть расходов? На самом деле, у нас есть несколько этапов соревнований. Это муниципальные соревнования, которые проводит сам муниципалитет. Там вопросов нет, муниципалитет должен полностью обеспечивать их. Дальше идут республиканские соревнования. В основном, это выезды в ближайшие города или Сыктывкар. Здесь тоже муниципалитеты, за свой счет, это все организовывают. Мы идем на встречу, по возможности договариваемся с проживанием здесь более дешевым. В Сыктывкаре или в других районах при подготовке спортивных состязаний. Здесь мы тоже помочь ничем не можем. Но те мероприятия, которые включены в календарный план республиканский, их более 500, и выезжают спортсмены Республики Коми, полностью оплачиваются из бюджета республики. Но все то, что муниципальное, останется муниципальным. Останется муниципальным. Усинск. Правительство России утвердило закон, согласно которому работодатель должен оплачивать спортивные секции для своих сотрудников. Будут ли компенсировать ли работникам бюджетной сферы затраты на занятия спортом, типа йоги, фитнеса и бассейна? Это муниципальный сфер в прошлом году, и, честно говоря, закон договора подписанного, насколько я понимаю, не было. И я думаю, он не будет подписан, а может быть только в какой-то части, потому что заставить работодателя, особенно частного, оплачивать, тут большой вопрос. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. 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 Пожалуйста, Ваш вопрос. Вы знаете, что нас очень волнует. В феврале наш тренер спортзала Ладанова Александр Васильевич погиб в ДТП. И дети остались без мастера. Сейчас в спортзал, конечно, они бегают, но без специалистов, мы думаем, что они, если раньше занимали призовые места, сейчас они просто приходят, как говорится, поиграть. Мы хотим знать, вот пришлют ли нам специалиста, или из местных кого-то назначат, или вот какие планы. Да, Ваши вопросы понятен. Спасибо. Я, насколько Вы на такой вопрос ответить не могу. Я взял его на контроль, проговорю с руководством Кокерского района и подумаю, что сделать. Почему 8 месяцев в году, с октября по май включительно, стадион, единственный в городе, это Усинск тоже, не эксплуатируется, остается в бесхозном состоянии, не проводится российская территория от снежных масс, есть возможность заниматься только летом? Вопрос, на самом деле, тоже к муниципалитету, но, что касается Усинска, я буду в пятницу и в субботу в Усинске, мы будем проводить встречи с населением, с работниками в спортивном отрасли, и этот вопрос обязательно проговорим, потому что тут надо уточнять, какой конкретно стадион и так далее, потому что в Усинске есть... В данном случае стадионы не спередомы. Да, но есть два крытых стадиона для занятия спортом, хоккей, например, поэтому тут надо смотреть, какой вид спорт имели в виду, то есть футболь на снегу, или что это такое, нужно разбираться. Я в пятницу буду, вопрос обязательно подниму. Хорошо, вопрос из группы Юргена ВКонтакте. Какие спортсмены республики имеют шансы выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро? У нас есть там надежда, на самом деле, то есть у нас два пловца входят в сборную России и претендуют на участие, это Бутымов Антон и Сухороков Алексей, также у нас хороший стрелок Пашукова Катерина, с Усть-Куромского района, она тоже входит в сборную России и претендует на попадание туда в Рио-де-Жанейро. И также есть Ловчев Алексей, который неплохо выступал два года, по тяжелоатлетике он тоже попадает в состав сборной. И у нас есть попадание одно на Паралимпийские игры, это Маринсова Галина по пау-лифтингу. То есть порядка пяти человек мы и будем. Из того же интернет-ресурса вопрос по той же теме, сколько сейчас в Республике Коми школ Олимпийского резерва и планируется ли открытие новых? У нас четыре школы сейчас, там есть четкие требования, что нужно для открытия, не буду сейчас объяснять. Мы, в принципе, как бы стремимся к тому, чтобы это было сделано. Например, тот бассейн, который будет построен в Сыктывкаре, мы планируем там проводить основные тренировочные процессы, развивать на базе его плавание более активно. И плавание очень, достаточно большой медальный вид спорта. Вот, например, его мы хотим изначально сразу подавать заявку на Олимпийский резерв и будем делать. А многие школы просто не подходят по показателям. Сыктывкар Нижничев. Он считается районом Сыктывкара. Население составляет порядка четырех тысяч человек. При этом на территории отсутствуют спортивные объекты и площадки. Имеется лишь один спортзал в школе. Лыжная база разрушена. Рассматривается ли вопрос об открытии новых спортобъектов? Человек в плане не стоит, но вопрос администрации города Сыктывкар поднимем и уточним ситуацию. Телефонный звонок есть в личном приеме. Пожалуйста, здравствуйте, мы вас слушаем. Да, здравствуйте. Меня зовут Игорь. Я звоню из села Лозун. И я вот хочу как бы выступить с предложением, что пора к Коми вернуть свою спортивную славу. И нужно начать с малого. Ведь у нас же, как у других финно-угорских народов, есть и лыжи, это вот финны, эстонцы там. Все бегают по лужах. Мы в том числе в русских хоккей играем. Вот эстонцы те же самые. То есть финны играют. Ну, многие финно-угорские народы есть родные виды спорта. Давайте проведем такую Олимпиаду, и Коми пускай там первое место займет. И будет чемпионом. Даже я знаю, что у нас есть Олимпиады. Да, я просто сомневаюсь, что Лозун играет в русский хоккей. В большом составе. Ну, на самом деле, надо поддерживать и русский хоккей, и он, на самом деле, наш исконный вид спорта. Ну, на самом деле, у нас есть мысли о том, чтобы взять национальные... Мне подсказывают, что провести такие соревнования меж финно-угорских народов. Да, нет, нет. Есть, на самом деле, проходит на национальные фестивали, и у нас есть предложение провести такой фестиваль, правда, летний, в Сыктывкаре на 17-й год. Мы сейчас готовим заявку и будем подавать. Это как раз прыжки через нарды, кидание лассо, кидание топора и так далее. Ну, это более-таки национальные виды спорта. То есть, через пару лет примерно мы уже сможем. 16-17-й год, да. Жители пригородных поселков Краснозатонский и Максаковка. Планируется ли в ближайшее время строительство спорткомплексов, так необходимых для занятий спортом населению? Из Максаковки мы такой вопрос уже получали. Да, нет, на самом деле, мы сейчас активно ищем в Красном Затоне, как раз под тяжелую отечку, потому что помещение, в котором сейчас находится отделение школы, находится не в военном состоянии, но, тем не менее, как бы таковым может быть признано. Мы сейчас активно ищем, в прошлом году занимались, но, к сожалению, вновь построить тяжело, а те объекты, которые сейчас присутствуют, очень тяжело договориться об какой-то щадящей аренде, да, как бы, или взять... То есть, навстречу коммерсанты не идут? Тяжело, да, в этом. Ну, там, на самом деле, просто не так много. Поэтому в Максаковке и в Красном Затоне в ближайшее время, конечно, кроме уличных объектов, какие-то закрытые объекты построены, не запланировано, но, тем не менее, опять же, с края, как раз в Максаковке, в ближайшее время к Максаковке и Казатоне сейчас построен большой комплекс из 13 залов со многим видом спорта на Савина-81, и ждем жителей Максаковки на секции в это учреждение. Один из самых, наверное, больных вопросов, наш замечательный, славный бенди-клуб-строитель, что ожидает его? Будет ли у него будущее? Ну, на самом деле, у нас, кроме строителей, мы финансируем, у нас 4 профессиональные команды. Это новая генерация. Мы очень гордимся, что результаты там достойные. У нас есть в Ухте хороший клуб женский по хоккею с шайбой Арктика. Тоже неплохо играет. Две девушки входят в состав сборной России и были призерами сейчас на чемпионате мира в этом году. У нас есть наш клуб «Зыряночка» баскетбольный и клуб «Строитель». Все эти клубы финансируются примерно в одинаковой пропорции. Например, клуб «Строитель» получил в прошлом году 9 миллионов республиканских денег. Мы работаем с клубом, чтобы клуб работал, в том числе, на поиск дополнительного финансирования. Наша задача, мы ее не отрицаем, стоит в том, чтобы найти спонсора клуба. Сейчас такая работа ведется по «Зыряночке» и есть варианты. И у «Зыряночки» возможно появится свой титульный спонсор. То же самое мы хотим, чтобы было и со «Строителем». Но, к сожалению, по «Строителям» достаточно большая сумма для того, чтобы играть в «Суперлиги». И спонсор пока не находится. На работу это идет. В следующем году запланировано участие в высшей лиге нашего клуба. Ставится задача войти в четверку. Финансирование остается такое же, как было в прошлом году, к сожалению. В отличие от других клубов, я, наверное, посмел предположить, что у «Строителям» самая большая фан-зона все-таки. И вы встречаетесь с болельщиками, с игроками. Они что отвечают вам на то, что вы считаете? В данном случае жалуются как раз на то, что команда не имеет достаточного финансирования. Но, тем не менее, я считаю, что сейчас фан-зона больше в том числе у новой генерации, потому что клуб развивается. Клуб реально работает с болельщиками, поддерживает свой фан-клуб. Ведется отдельно поставленная работа. Поэтому у «Строителям» тоже есть смысл усилить эту работу. Молодежь не очень активно участвует в болельщиками. Там люди поставщики. Да, там поставщики. Поэтому нужно подтягивать разные возраста и нужно эту работу улучшать, в том числе с помощью нас. И мы такую задачу себе ставим. С 2017 года нормы ГТО будут сдавать все. Готовы ли наши спортобъекты, спортобъекты республики к этому? Не все спортивные объекты готовы. Мы сейчас разработали, предоставили Минспортплан на республиканский развитие ГТО. Мы имеем с каждым муниципалитетом такой план по развитию в муниципалитетах. Работаем сейчас по этим планам. Основная сейчас на этой ставе задача как раз по доступности объектов не только для сдачи ГТО, но и для тренировок по сдаче ГТО. У нас будет в следующем году сделано три республиканских центра, два в Сыктывкаре, один в Ухте. А дальше будет оказана материальная и другая помощь как раз муниципалитетам. В каждом муниципалитете будет сорганизован свой центр по сдаче. В 2016 году, с 1 сентября, начинают тестово сдавать 7-9 классы во всех школах. А в 2017 году сдача ГТО будет вестись со всеми слоями населения. Главный, наверное, последний вопрос, как ответственным. Вы сами сдавали нормы ГТО? Я участвовал в флешмобе, который у нас проходит. Это несколько другое? Нет, ну и сейчас я, к сожалению, не застал в то время, когда было ГТО. И по флешмобу, ну, как себя оцениваю на четверочку. Хорошо, время личного приема Степана Чиракова убы закончилось. Если вы задали свой вопрос в Главконтроль, но мы не успели его озвучить, помните, что через неделю ответы, в том числе и не прозвучавшие в прямом эфире, появятся на сайте Минспорта. А уже как раз через неделю свой личный прием на Юргане приведет министр здравоохранения Республики Коми Наталья Арнаутова. Оставляйте свои вопросы в группе Юргана ВКонтакте, в Главконтроль и на наш автоответчик 469049. Степан Викторович, спасибо, что нашли время. Спасибо. А вам, уважаемые телезрители, хорошего вечера. Оставайтесь с Юрганом. Оставайтесь с Юрганом.